Нейросети захватывают современный хип-хоп. Это уже не шутка. Мало того, что сгенерированные фиты двух совершенно разных артистов собирают сотни тысяч просмотров на ютубе, так еще и каждый фанат теперь может добавить на трек куплет своего кумира. Вот, например, Ауджи Будда заценил такое оригинальное решение от фаната и даже выложил отрывок к себе в сториз. Будда даже попросил сделать таким же образом его фит с Дрейком. В общем, искусственный интеллект – наше настоящее и будущее. В России не так много передовых технологий в этой отрасли, но рэп-индустрии повезло. По многих наших роликах вы могли видеть, что мы рассказываем о приложении Punch. Этот бренд стал важным партнером нашего канала. И нам правда кажется, что для музыкальной индустрии нашей страны такое приложение может сделать очень многое. Хотя бы в плане создания новых звезд, которые затем будут разрывать чарты, ездить в туры по городам и в принципе развивать российский музыкальный бизнес. Особенно актуальный Punch делает тот факт, что из России ушли многие сервисы для получения первой фан-базы. TikTok уже больше года на территории РФ не функционирует, а Instagram так и вовсе был признан экстремистской организацией и заблокирован. Именно поэтому Punch – это отличный вариант не только для быстрого создания композиции, но еще и для распространения своего творчества. В этом ролике мы бы хотели подробнее поговорить о том, как же он работает и как его искусственный интеллект поможет вам в творчестве. Поехали! Сперва ответим на самый часто задаваемый комментарий под нашими роликами. Для установки приложения Punch вам необходима российская сим-карта. Из СНГ и других стран при помощи VPN вы, к сожалению, не сможете воспользоваться Punch. Но это только пока. Команда уже работает над тем, чтобы сделать приложение общедоступным. Но что можно делать при помощи Punch, если вы его уже установили на свой смартфон? Интерфейс и механика Punch на первый взгляд схожи с другими приложениями для публикации коротких видео. Пользователи могут просматривать ролики, записывать свои, а также подписываться на других авторов. Однако Punch ориентирован в первую очередь на музыкантов и их аудиторию. Соответственно, и опции при записи ролика в первую очередь касаются именно музыкальной составляющей. Первая кнопка домашней страницы открывает вам путь ко всем роликам, опубликованным в приложении. Их можно увидеть в алгоритмической ленте Punch, в ленте новая, ленте подписки и ленте топ. Да, тут тоже есть алгоритмы, как в ТикТоке или на Ютубе. Все это для того, чтобы ваш контент доходил до предполагаемой аудитории. Нажатие на кнопку огонек открывает форму поиска, а также список актуальных хэштегов и список всех создателей видео. Еще две кнопки на экране позволяют перейти в раздел для отслеживания реакций и комментариев, а также в профиль пользователя. Там отображается личная информация, количество подписчиков и все записанные ролики. Но теперь давайте перейдем к алгоритму создания собственного уникального контента. Для начала нужно выбрать бит. Пользователю сразу предлагаются базовые биты и новинки. Кроме названий, здесь указан их стиль и BPM, а проигрываются они сразу после нажатия. Всего в приложении на данный момент тысячи загруженных битов. Найти конкретно можно с помощью системы фильтров. Пользователь может выбрать один из 60 жанров, например, Tech House, диско, фонг, хип-хоп и так далее. Что вашей душе угодно. Количество предложенных битов в каждом жанре разное. Например, тот же кальянный рэп долгое время лидировал в этом плане. Бит можно выбрать и с ориентацией на какого-то конкретного артиста. Их количество постоянно пополняется. Сейчас в каталоге сервиса можно найти биты в стиле Big Baby Tape'a, Neleta, Dua Lip'a, OG Buddha и других музыкантов. Некоторые из них сделаны на основе конкретных песен. Например, в Punch'е есть сразу две версии трека из Scala от Zinfira, Synth Version и Slow Version, а также трэп-версия хита «Руки вверх», «Крошка моя». Кроме того, пользователь может выбрать настроение песни, нажав на один или несколько предложенных эмадзи, BPM от 60 до 199, и тональность. Свои биты добавлять на платформу пока что нельзя, но по словам разработчиков, такая возможность появится позже. Авторы приложения уточнили, что сейчас они работают над созданием системы проверки и модерацией минусов на соответствие авторским правам. После выбора бита можно начинать делать сниппет своего трека. Для этого перейдем в музыкальную студию. Здесь вы можете сбалансировать уровень громкости голоса и бита, а также наложить один из предложенных фильтров на вокал. Среди предложенных «Октавер» позволяет раскладывать вокал на несколько тональностей единовременно, Major Multi One и Major Multi Two, которые раскладывают голос в мажорной тональности, несколько вариантов автотюна, ревера, дисторшн и так далее. Можно наложить фильтр и на само видео, например, глитч, бэк или призм. Записать ролик можно только в проводных наушниках, выполняющих роль мониторов. Сделать это с AirPods будет сложнее. Также Punch предлагает помощь нейросети в написании текста для песни. Для этого нужно выбрать один из четырех предложенных жанров – рэп, рок, поп или шансон – и ввести в нужное поле четыре ключевых слова. Кстати, нейросеть Punch зовут Игнат, так что теперь вы по имени знаете вашего гоустрайтера. После записи сниппета пользователь может настроить задержку голоса, обрезать видео или записать еще один дубль. Готовый ролик сервис предлагает сохранить в черновике или сразу опубликовать. Системы модерации на платформе нет, но по словам разработчиков, загруженные ролики отсматриваются в ручном режиме и не допускают кринжмейкеров. Для продвижения ролика пользователям советуют активно подписываться друг на друга, оставлять комментарии и реакции, а также участвовать в челленджах. К слову, челленджи и коллаборации с большими звездами у Punch проходят не только непосредственно в приложении, но еще и в Telegram канале. Например, недавно они делали совместный проект с Bata. Ролик про этого перспективного фрешмана есть и у нас на канале. Важно отметить, директов в приложении нет, и общение на площадке возможно только в комментариях. Большинство пользователей общаются в чате Punch в Telegram. Нам кажется, в будущем разработчикам стоит подумать, как добавить возможность обмениваться сообщениями в Punch. Но вернемся к отснятому ролику. Созданный сниппет, как отмечают авторы приложения. Музыканты могут использовать и на других площадках. Например, для рекламы или таргета. Но использовать минус для монетизации нельзя. Авторские права на биты принадлежат площадке. Летом прошлого года Punch выпустил целый альбом с песнями, которые родились из сниппетов пользователей. Такая практика, как отметили авторы приложения, будет продолжена и в дальнейшем, но планов превращаться в лейбл у сервиса пока нет. Впрочем, площадку можно использовать и как источник вдохновения. Запретить вам использовать идеи, которые у вас родились при записи песни на Punch, никто не сможет. Ссылка на Punch в описании ролика. Пишите в комментарии ваш опыт использования приложения. Не забывайте про лайки. Всем пока!